Приветствую вас. Я, конечно, могу ошибаться, я могу неправильно вас понять, но, по моему мнению, вы не очень правильно, логически выразили свою мысль. Вот вы говорите, у нас сейчас есть парень, на фенбате у которого я откликнулась, согласилась попробовать построить с ним отношения, но для девочки, во всяком случае, для меня, это возраст, когда я смогу достаточно серьезно относиться к человеку, привязаться, настроить планы, которые он может отвергнуть, либо просто не в состоянии понять. Вы вот сделаны просто отношения, естественно, неудачники, парень был тоже одногодка. Вот как-то не очень понятно. Для девочки, во всяком случае, для меня, это возраст, когда я смогу достаточно серьезно относиться к человеку, привязаться, настроить планы, которые он может отвергнуть, либо просто не понять. То есть нет логики, на мой взгляд, в этом предложении, тем более, что вы еще и скобочки написали, вроде как объяснили, и так далее. Я боюсь строить с ним отношения, но я не хочу его отвергнуть. Вот, знаете, давайте сразу так, когда вы говорите, что для вас возраст, это когда вы сможете серьезно относиться к человеку, привязаться, настроить планы, как вы говорите, то есть для вас возраст, ваш возраст, это именно тот самый возраст, когда вы можете это делать. Получается, вы хотели сказать, что в этом возрасте вы уже ведете себя как очень серьезная личность. Вот я думаю, что понял вас именно так. Мужчина, если я опять же верно вас понял, в 21 год к такому отношению, к такому общению, к такому уровню взаимодействия просто-напросто не готов. Вот если я вас правильно понял, то боитесь вы того, что вот как в первых отношениях у вас были проблемы с пониманием друг друга, вот вы не поняли друг друга, вы оказались на разных уровнях, то есть, возможно, мужчина, он вам нравился, вы ему нравились, он хотел. С вами быть вместе его все устраивало, но как только и когда вы начали говорить с ним про что-то серьезное, то мужчина тут же дал задний ход, дал отворот-поворот, то есть, не поддержало вас. Вы теперь боитесь, что будет та же самая ситуация и с вами. Если я вас правильно понял. Ну, во-первых, никто не даст вам никакой гарантии в том, что этот мужчина будет таким же. То есть, никто не даст гарантии, что этот мужчина, этот молодой человек так же не прореагирует на вас. То есть, если вы вот внезапно все ему вот это вот вывалите, если вы внезапно все вот это вот ему выскажите, все свои планы, да, и как бы взгляды на будущее, то вот ты знаешь, симпатия, моя симпатия к тебе означает, что мы с тобой будем пытаться что-то построить и так далее. Вполне возможно, что молодого человека это отпугнет. Просто потому, что, ну, действительно далеко не все люди, я имею в виду, мужчины вашего возраста способны мыслить вот так подрослому, как вы. И связано это, к сожалению, с тем, что мужчины просто-напросто, ну, согревают в духовном плане куда более позже, чем женщины. То, что вы знаете для себя, то, что вы считаете важным для себя, ну, для мужчины может быть слишком еще далеко, слишком отдаленно, слишком сложно и вообще-то говоря его неинтересно. Понимаете, и вы действительно можете человека таким образом от себя отпугнуть. Вы действительно таким образом человека можете от себя отдалить. Ну, просто так в том, понимаете, что, ну, в лучшем случае, если это грамотный мужчина, в лучшем случае, если это не глупый мужчина, обладающий, ну, хоть каким-то минимумом понятий и адекватных представлений, он поймет, что ему с вами не по пути, просто потому-то он никогда не готов дать вам то, что, ну, то, чего вы хотите. И он будет ощущать давление на себя, он будет ощущать, что вы давите на него, что вы ждете чего-то от него. А это не есть хорошо. Это никогда не есть хорошо. И, вы знаете, я думаю, что если вы хотите быть с этим молодым человеком, и если вы не хотите его от себя отпугнуть, если вы не хотите его, как бы, оттолкнуть, то вам лучше постепенно говорить о том, чего бы вы хотели. И говоря о том, чего бы вы хотели, смотрите на его реакции, как он реагирует на вас, на ваше желание, что поддерживает из того, что вы говорите, вы хотите, что не поддерживает. Готов ли он реально вам там помогать, готов ли он реально там что-то делать для вас и так далее. То есть нужно постепенно молодого человека посвящать то, что для вас важно и что для вас ценно, но не сразу вываливать на него весь ушат информации о том, какие у вас планы и так далее, и так далее, и так далее. В больших количествах это может создать для мужчины ощущение неподъемного груза, ощущение того, что он не в силах, не может справиться с тем, что вы от него требуете. И это больно ударит по его самолюбию, по гордости, по самомнению. И в итоге приведет только лишь к тому, что вы расстанетесь. Поэтому действовать нужно постепенно, аккуратно и не терапевать. То есть никаких таких серьезных разговоров заводить не стоит. В процессе процветительности, между прочим, рекомендую вам заявлять о своих желаниях непринужденно, позитивно, весело смотреть на то, как человек на это реагирует. И уже исходя из его реакции, думать, стоит ли вам с этим человеком связывать свою жизнь или нет. Далее. Вот вы говорите, я боюсь строить отношения с мужчиной, с таким-то мужчиной с одногодкой. Почему? Почему вы боитесь это делать? С чем связан ваш страх? Вот конкретно. Понимаете, страх мешает вам в данном случае вести себя как полноценный, равноправный партнер. И для того, чтобы страх не мешал, нужно понять, что это за ним стоит. А за ним стоит некое определенное негативное обстоятельство, которое воспринимается вами как угроза. И вот давайте подумаем, какое это негативное обстоятельство, что оно лично для вас значит, какой лично вам несет вред, и как можно сделать так, чтобы этого вреда было меньше. А если это сделать, вы будете свободны. В отношениях, будучи свободны, вы сможете принимать верные, извеченные решения, обновленные на воле, а не на подчинению страху. И тогда вы будете с собой и максимально полностью, максимально полно раскроетесь для своего мужчины. То есть дадите ему понять, какая вы. И, соответственно, быстрее получите обратную связь, и быстрее сможете понять, ваш этот молодой человек или нет. И отдельным пунктом мне бы хотелось заметить, что именно неудачные отношения тоже нужно вам разобрать. То есть опыт, который вы получили, извлечь правильно, правильно для себя его проработать, чтобы он не мешал вам жить дальше. Полагаю, что этот опыт негативный до сих пор вам мешает. Ну, а раз мешает, значит, волей-неволей влияет на ваше поведение. А раз влияет на ваше поведение, значит, вы не являетесь собой. А раз вы не являетесь собой, то вы можете совершить ошибки, о которых будете жалеть. А это чувство времени и неприятие себя. Я думаю, что вам не нужно это. Поэтому постарайтесь на все эти вопросы ответить, либо для себя, самой себе, наедине с собой. Либо запишитесь на личную консердацию с любым экспертом и проработайте с ним данный аспект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!